Че как? Время кино в 151-ом убежище. Да, вы не оставили меня тогда в беде и набрали кучу лайкосов под предыдущим видео. И потому, я думаю, стоит продолжить видео о фильмах. Но прежде всего я хочу сказать вам огромное спасибо. Прошлый выпуск на тапке ловы набрал феноменальное количество просмотров. Ну, в сравнении с предыдущими видео. И это только благодаря вам. Только потому, что вы не остались равнодушными и прокомментировали видео. А также ставили большие пальцы вверх и даже вниз. Именно поэтому оно попало в рекомендованные. И потому его увидело больше людей. Короче, спасибо вам за самую ценную поддержку канала, что может быть на ютубе. Такое за деньги не купишь. Ну, если только за очень большие деньги. Итак, фильм. И фильм о зомби. Который вы, возможно, пропустили. Бродя по дну кинематографа в поисках трешничка на обзор, я просмотрел несколько произведений с рейтингом кинопоиска ниже шестерки. Ну, и отобрал оттуда пару фильмецов, так, чтобы напоржать и напообсуждать. Остановился, задумался. Думаю, хватит. Хотя, ладно, давай-ка, думаю, еще одно кинцо. Так, для коллекции. И тут бдыщ! Честно говоря, я был мягко удивлен. Среди всего коричневого ширпотреба я нашел достойный фильм. Пусть, конечно же, не самородок, но отнюдь не дерьмо. Ты сбежал от всего. Ты надеялся, что сможешь спокойно поспать. Но тут... Случается такое. Есть кто? Должен быть выход. Париж. Город... ЗОМБИ ЗОМБИ И после просмотра я задался лишь всего одним вопросом. Почему у этого фильма столь низкий рейтинг на кинопоиске? 5,4. А почему на томатах 7,1? Хм, ведь фильм не так уж и плох. Но все разложим по полочкам. Итак, Париж. Город-зомби. Фильм 2018 года. Я хер знает, на чем там пытались хайпануть наши отечественные локализаторы. Может, только если на Париже город мертвых? На фильме с рейтингом 5,9 хайповать? Это как минимум смешно. Тем не менее, французское произведение под названием «Ночь пожирает мир» в Россию попало под названием «Париж. Город мертвых». А, нет, стоять. «Париж. Город зомби». А их чумовой постер, олицетворяющий, ну, пусть не весь сюжет, но практически все вокруг, стал дебильный. Потому что на него поместили тупую рожу бабы, которая в фильме-то появляется всего два раза. И при этом не сыграла абсолютно никакой роли в картине. Ну, если только за исключением, что весь сюжет раскрывается на территории ее хаты. И все! Итак, «Ночь пожирает мир» режиссера Доминика Роше. Никому из нас неизвестный режиссер, который снял всего-то три фильма, включая этот. И один из них вообще короткометражка. А второй настолько малоизвестный, что я даже не смог нагуглить на него трейлер. Сказ отправляет нас во Францию на молодежную тусовку. Той самой барышни с постера. На эту же тусовку заваливается наш главный герой. И из первых кадров мы понимаем, что пришел он туда к своей бывшей, чтобы забрать некоторый личный лут и отправиться гулять в Своясе. Но из-за гондонского поведения бывшей и нового альфа-самца наш герой расстраивается и потому принимает решение чуток тусануть и задержаться тут. Ну так, чтобы на халяву залить свои страдания. Спустя некоторое время, поняв, что он мается херней, и вспомнив свое первоначальное назначение, он закрывается в комнате, где валяется его имущество, и решает чуть-чуть восстановить здоровье, всхрапнув минут так шестьсот. В итоге утро никого не щадит. Такое похмелье еще надо, блядь, встретить. Интересно, почему все злоключения начинаются в понедельник утром? Просыпается, короче, наш герой, все в той же позе и в той же хате, поняв, что он тот еще косяк, покидает комнату и замечает, что что-то тут пошло не так. Явно в хате бывшей сделали перестановку. Ну или тусовка вышла из-под контроля, и кто-то наконец-таки решил утихомирить всех шумных соседей и всех с разом. Ничего, ничего, Иван Сергеев, наступит время. Гора. Но не все так страшно, как показалось. Просто начался зомби-апокалипсис. А я думал, менты повяжут или массовые расстрелы ввели за нарушение тишины. А может, советская власть пришла? Или чума вдруг вернулась? Нет, всего лишь зомби-апокалипсис. Помыкавшись из угла в угол и лицезрев некоторое дерьмо через окно, он понимает, что настал глобальный пиздец, и пора думать о собственной заднице. И потому принимает решение окопаться в начальной своей точке дислокации, а именно на хате у бывшей. И тут вот пару предыдущих кадров говорили о том, что бывший все равно настал пиздец, как и всем остальным. Так что все норм. И тут начинается сюжет фильма со всеми вытекающими. И опять же, пока фильм довольно свежий, я не буду вдаваться в детальный обзор, ибо будут тут реальные спойлеры. Просто хочу вас немного подготовить к правильному восприятию этой картины. Да, я знаю, сейчас были возмущения. Димана, ебанно, мы на обзор вообще-то в фильмы пришли. Обещаю, какой-нибудь другой трешечок мы обязательно разберем по косточкам и поражем над этим. У меня есть на примете одно дерьмоцо. Думаю, оно вам должно понравиться. Так вот, этот фильм непривычный зомби-хоррор с давящим саспенсом, экшеном, резней и массовым уничтожением кучи зомбарей. Этот фильм о том, что делать, если ты остался один во всем мире. Как не слететь с катушек, если мир перестал существовать? И вокруг тебя только тишина. Да, именно тишина. Аааа! 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 Ааа! Ааа! По-моему, самая интересная находка фильма в том, что все ходячие мертвецы вокруг не издают ни единого звука. Абсолютно безмолвные, шустрые, тупые и кровожадные твари. По-первых, было ощущение, ну блин, ну как так? Аааа! Аааа! Мозги! А потом я понял, насколько это молчание еще более жуткое, чем рычание, всхлипы или даже невнятные разговоры. По-моему личному мнению, абсолютно недооцененный фильм с низким рейтингом. Похоже, он остался непонятым. И все, кто шел на него в кинотеатр, не пошел на него либо из-за постера, либо из-за названия, либо они ждали от жанра просто классического подхода. Умирающий мир, кишки и смерти, тяжелые решения, Нигана с дубинкой в конце концов, ну или крутого Вокера с пушкой, или зомби-машины, которые бля-бля-бля-бля всех убивают. А в итоге мы получили драму, происходящую всего на одной сцене с одним актером. Фильм, в котором зомби играют лишь второстепенный смысл, которых можно в принципе заменить на что-то другое. Ну хотя бы на пол славой. Хотя лава не бегает по этажам и не пытается тебя убить. Этот фильм мне очень напоминает фильм «Я легенда» с Уиллом Смитом. Но в отличие от него, тут главный герой не старается помочь всему человечеству. Не изучает повадков с зомбарей, не делает никаких экспериментов. Ведет себя зачастую опрометчиво и даже очень глупо. Он борется со скукой, одиночеством и пытается просто выжить. Или не сойти с ума. Ой, спайлер, 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 спайлер. Если взять и опустить многие технические аспекты, ну технические косяки, как например, почему все-таки все случилось в одну ночь, почему так мало выживших, где, блядь, военный, почему он не воспользовался телефоном, интернетом, в конце концов не включил телевизор. И также количество еды в квартирах. Да, много факторов, к которым можно доебаться, но фильм очень достойный. Ну, по крайней мере, он приковал мое внимание на все 100%. Конечно, возможно, некоторые приемы, использованные в картине, уже давно считаются заезженными и штампованными. Но есть и довольно необычные решения. Короче, если вы его еще не видели, то я вам очень рекомендую с ним ознакомиться и поделиться своими впечатлениями, ну, например, в комментариях под этим видео. Если вы прикопаетесь, например, к эпизоду, когда герой выпустил из лифта своего соседа зомбаря, ну, а тот его не сожрал, ну, на это у меня есть кое-какая мысль. И она тесно связана с тем, что произошло со второй героиней этого произведения. Подумайте. Покойся с миром, карамельный мишка. Так что пишите в комментариях, стоит ли продолжать пилить видосы на годные и не очень годные хорроры по зомбакам. А возможно, стоит разбавить, например, постапокалиптичным кино. Или постапокалиптичным кино-говно. Короче, кидайте рекомендации, что посмотреть или над чем поржать. Да, все что угодно кидайте, я отвечаю абсолютно всем. Кстати, этот фильм можно абсолютно легально посмотреть на кинопоиске и при этом бесплатно. Поддержите проект и поставьте большой палец вверх, ну, или вниз. Поделитесь с друзьями, если вы вдруг считаете, что выпуск получился годнота. Именно благодаря этому выходят новые видео. И это все, или почти все на сегодня, что я хотел вам рассказать. Увидимся.